друзья всем привет мы решили сходить на новый фильм Квентина Тарантино однажды в Голливуд читали рецензии честно говоря не очень хорошие интересные пишут что Галиматья два часа эти гамотины мы решили все таки сами посмотрим потом вам расскажу что и важно все всем пока мы находимся в гипермаркете Семья центральный гипермаркет города Перми идем в кинотеатр Семена ну и так вкратце покажу вам расслабляемся Лав Републик трибуна наш наверх надо так 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 Ну и вот он непосредственно синий на парк. Страшная история в истории Бильдерма Дель Торо. Бильдерма Дель Торо там субтитры. Думаешь? Надо сходить? Пойдем посмотрим, может на мост пойдет? О, не знаю. Я у него последний пункт посмотрела в лабиринтах, он просто суперский. Угу. Так, и вот он, афиша одна, что в Голливуде, Квентину Тарантино. Ну давай выбираем место. Какое будет? Седьмой, восьмой, а давай восьмой ряд. Седьмой ряд. Седьмой ряд, седьмое, восьмое место. А, белый, белый. Ага. Ну, давайте седьмой ряд, третий, четвертый. Может на третий ряд есть? На третий ряд есть? На третий не хочешь? Нет. Давайте. На третий не хочешь? Нет. Что? Добрый день. Добрый день. Как первый зал у вас тоже. Далее, какие билеты, две тысячи и выбрасывайте, где он совсем приятный был. Ага. Спасибо. Помогрите. Зона отдыха. Форматы 3D проходят. Эбигейл. Дора. Затерянный город. Как там. Идем к своему первому залу. Вот так. Это он. Экранчик небольшой, совсем маленький. Народу пришло немало. Друзья, ну вот мы посмотрели однажды в Голливуде Квентина Тарантино. Ну и хочу поделиться с вами своими впечатлениями. Если вам нравится Тарковский, то особо вы не фанаты его творчества. А так, в принципе, с интересом смотрите его фильмы. Можете посмотреть его фильмы. То можете сходить посмотреть и однажды в Голливуде от Тарантино. Фильм довольно-таки затянутый. Ощущение, что Тарантино просто решил стилизовать свою идею под Тарковского. С первых же цветных кадров этого фильма сюжет начинает достаточно медленно, даже очень медленно развиваться. Но благодаря этому происходит полное погружение в аутентичность, в атмосферу 69-го года 20-го века. Постоянное включение радио, радиотрансляции, постоянная музыка тех лет этому способствует очень хорошо. Сюжет фильма основан на событиях, на реальных событиях тех лет, а именно как одна банда в то время, в том месте в Голливуде убила нескольких человек. Убила достаточно зверски. Резала их, издевалась над ними и так далее. В том числе убила беременную жену Полански, режиссера Полански. Там это также показано. Жизнь Полански, его дом, его жена, беременная супруга, все это показано. Но дальнейшее раскрывать вам не буду. Кому интересно, кто готов к затяжному фильму, к медленно развивающему сюжету, тому рекомендую сходить посмотреть. Кого это утомляет, кому хочется динамики, то не рекомендую его, идти смотреть в кинотеатр. Потом посмотрите по телевизору. Ну вот так вкратце все рассказал о нем. Пока. Друзья, мы находимся у обычной средней школы. А хочу вам показать следующее. Эта школа в себе делает современное футбольное поле по стандартам, профессиональным стандартам, которые требуются для профессиональных футбольных полей. И вот здесь проложили гофротрубы, вот эти параллельные полосы щебня. Там проложены гофротрубы для того, чтобы уходила влага. Сверху покрывают вот таким вот какими-то листами такими. Их спаивают, вот газовая стоит, газовый полон для спайки. А сверху посыпают щебнем. Потом видимо будет песок сверху на этот щебень. И потом специальный травяной газон. Скорее всего эта школа здесь делает учебные футбольные классы. Скорее всего будут сделаны. Так просто вряд ли будут создавать такое профессиональное футбольное поле. Такие затраты. Сверху. Twelve веки. Дaha Empire. В дед новое поле это была пятнадцать. Под Oker Й 너, который выечет.